Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале. Я Семен на чемоданах, меня зовут Славян. Подписывайтесь на канал. Сегодня долгожданный выпуск, ну, по крайней мере, для меня и для многих автолюбителей. Я сегодня в этом выпуске расскажу, сколько мы вбухали, сколько высосала из нас машина, наш Мерседес, МЛ-ка, дизель. И самое главное, расскажу, стоит ли вообще ее покупать. И главное, досматривайте выпуск до конца, потому что в конце выпуска у меня есть для вас интересная информация для многих. Погнали! Давайте продемонстрируем, как заводится. Вот ключ. Вот так его сюда. Держать его не нужно. Нужно просто его вот так нажать. Экранчик. Вот так вот. Все. Машина завелась. Здесь пишет мне то, что ТО нужно проходить. Пробег вот 256. Тысяч реальный пробег. Так, система, давление, температура двигателя. Ну, собственно, вот так. Ну что, ребятки, сегодня поговорим про нашу машину. Ну, наконец-то это видео. У меня есть такая большая традиция на канале. После владения, спустя год, я снимаю выпуски. У нас до этой машины была Volvo XC90. И я снимал, как купил, спустя год и спустя два года. Вот. А через два с половиной года мы, соответственно, ее поменяли на этот Мерседес. Как мы покупали Мерседес, почему мы выбрали Мерседес, с чем мы столкнулись, есть также выпуск. Я давайте ссылочку оставлю в описании, вы его посмотрите. Если быть, ребята, честным, эту машину я не рассматривал вообще. У меня эту машину рассматривала Настенька. Ей нравится кузов, ей нравятся Мерсы и так далее. Ну, девочки такие, девочки. Так вот, в принципе, Мерсон тоже мне нравится. Но почему-то на ML никогда глаз не падал. А тут, короче, вы посмотрите и все поймете. Ну, окей, машина оказалась в наших руках. Единственный принцип у меня покупки автомобиля, это чтобы был один, максимум два хозяина. Три я, конечно, еще рассмотрю, но только, наверное, с тем условием, чтобы третий хозяин очень долго владел этим автомобилем. Чтобы он что-то делал и так далее и так подобное. Я уже показывал в выпусках, я тоже оставлю эти ссылочки. Вы просто их посмотрите, ребята, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Огромное спасибо тому владельцу. Я тогда уже говорил в тех выпусках, что, конечно, хотелось бы, покупая автомобиль, получать его именно вот с такой базой. О чем я говорю? Вот смотрите, в руках у меня вот такая вот стопка бумаг. Это все, что он делал с машиной. Тогда, когда он ездил в путешествие и заезжал в сервисы, где ему не давали, например, бланк, ну, бывали такие сервисы, там, год-два-три назад были. Знаете, он просто писал от руки, что конкретно он делал, какие запчасти ставил, сколько ему обошлось. Естественно, взяв эту папку, на машину еще есть сервисная книжка из Америки, там тоже есть ТОшки. Соответственно, да, тачка, получается, с историей. У меня есть связь с тем владельцем, мы с ним общались, я ему задавал вопросы, и я сделал то же самое. И теперь о главном. Когда я ее только приобрел, я хотел сделать на ней ТО и позвонил в тот автосервис в Москве, в котором она постоянно обслуживалась. То есть эту машину знают, хозяина знают. Естественно, я позвонил, я говорю, я к вам приеду. Окей, хорошо, приезжай. Я туда приехал, чтобы как бы пройти ТО, но они мне говорят, слушай, ну он делал вот только что, 500 километров назад это ТО, тебе проходить не надо. Когда я ее купил, мы выехали из салона, я почувствовал, как коробка, знаете, есть какие-то небольшие такие... Короче, мне так вот стало не совсем вот... У меня так в Вольве было вот какие-то такие затяжные штуки или какие-то полупинки. Не знаю, как правильно сказать, но было не новое переключение коробки. Вот так вот. Я решил к ним вот заехать, чтобы сделать ТО. В итоге они сказали, не надо. Я сказал им, давайте масло поменяем. Они созвонились с хозяином, с теми, говорят, вот так и так, жалуются на это, у вас же не было. Он сказал, что иногда было на холодную, но масло он менял там, по-моему, 30 тысяч назад. Говорит мне, поменяй, говорит, поменяй. И мы в этот же день поменяли масло. Это первое, ребята, что я сделал. Первый раз загнал ее, чтобы окончательно все посмотрели, что ей еще нужно, но, как говорят, в идеальном состоянии. Мне вся эта процедура обошлась почти в 17 тысяч рублей. Вот я вам вот так вот чек покажу. То есть здесь было, что сделано? Диагностику я еще делал. Масло ВКП с фильтром замена 5000 рублей работа стоила. Фильтр 1900, прокладка поддона 200, масло трансмиссионное оригинальное 6100, очиститель тормозов 750, смазка медная 105. Вы спросите, при чем здесь тормоза? Короче, я когда купил, начал ехать, у меня периодически загоралось табло, проверьте колодки. И, естественно, я заехал с этим вопросом. Короче, они продули, там, прочистили, и все, как бы, эта история пропала. Кстати, вот, забыл сказать вам. Когда я ее покупал, я покупал ее у официальных дилеров Toyota, они там дали вот такую вот штуковину, предварительный сертификат технического состояния. Вот. Вот так вот это выглядит. И здесь, собственно, течь масла по стыке КПДВС. Я когда брал, я прям насторожился. В итоге, когда к ним приехал, показал, они говорят, что мы ему, когда турбины перебирали, там, что-то туда-сюда, и просто масло просочилось. Поэтому никаких течений, ничего нету, и тачка в идеальном состоянии, можно за это не переживать. Ну, естественно, за это я больше не переживал. Что было еще, ребята? Тут такая барабанная дробь, и я хочу сказать, что я действительно, покупая Мерс, еще и дизель, никогда не было опыта в дизельных движках. Я, если честно, очковал. Очковал, потому что везде, что я изучал, везде говорили, да, ну, они сыпятся, да, там проводка туда-сюда, там тыры-пыры-растопыры, там беды там с ними. И как и с Вольвой, мне на Вольву то же самое писали, и я пришел снова к такому мнению, что либо это пишет человек, который никогда не покупал Мерседесы, либо этот человек купил Мерседес, продешевил, купил вообще в ужасном, убитом, ушатанном состоянии, и просто вкладывал, 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 и поэтому у него такое мнение. У меня есть принципы, как покупать машину, я всегда их придерживаю, и слава богу, мне достаются хорошие экземпляры, от которых вот я год проездил, мы много куда ездили, по горам, вброд реку пересекали, по магистралям, различные скорости и так далее и тому подобное. То есть машина не стояла в гараже. Вот все, что я сделал, я вам сказал. Вот. По сути, только масло в коробке поменял, и, кстати, вот я недосказал, когда я поменял масло в коробке, коробка стала хуже. То есть появились такие пиночки, типа, знаете, на холодную. Газ нажимаешь, потом отпускаешь его, так резко сбрасываешь, и такой ударчик у тебя получается. Потом снова нажимаешь на газ, и тук, опять ударчик. С чем это связано, не знаю. Я когда был в Сочи, я адаптировал еще эту коробку. В общем, я посмотрел на ютубе, что можно сделать адаптацию коробки самому. Сейчас попробуем сделать в апреле месяце. Если эта история не поможет, то тогда я загоню уже здесь Валери к официалам. Они попробуют это сделать через коробку. Ну, видим, что будет. Сделал адаптацию. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Помогло на какое-то время, потом опять то же самое. Если есть здесь умельцы, то, конечно, напишите в комментариях, что нужно сделать. И самое главное, если это какой-то грамотная адаптация не помогает, то обязательно напишите сервис мастера, который сможет качественно решить этот вопрос. Еще когда мы жили в Сочи, подошло время делать ТО. Но в Сочи все рукожопы, ни одного нет нормального сервиса. И я решил переездить полторы тысячи, дождаться, когда мы переедем в Краснодар и в Краснодаре пройти ТО. Загнал сервис в клубный. Мне, конечно, этот клубный сервис не понравился, поэтому рекомендовать я его не буду. Не понравился по одной простой причине, потому что мне не дали заказнаряд, чек не дали. Поэтому я написал вот такую Филькину грамоту, собственноручно. Это было, значит, 2-го 06-го. А, еще мне не понравилось, потому что они там курили в автосервисе, что мне вообще было неприятно, потому что я в машине не курю. Не курю вообще. Предыдущий владелец, он тоже не курит. Соответственно, не курил в машине никогда, а тут я загоняю, как бы такая херня. Конечно, советовать вообще не буду. Значит, ровно 06-го, что я делал? Так-так-так, на пробеге 247 тысяч сделал ТО масло 9 литров Мобил-1. Решил залить Мобил. Не оригинальное, но Мобил будет. Вроде поэтому походим. А это такой же, да, вот Мобил-1? Это оно, да? Да. Почему я заливал Мобил-1? Потому что у них не оказалось оригинального масла, поэтому я лил Мобил-1. Фильтра-2, воздушный, топливный, масляный. Меняются фильтра, воздушный, турбинга. Ставлю такие оригинальные фильтра. Топливный такой. И так же сделал снова диагностику ходовой. Мы очень много ездим, поэтому я предпочитаю, когда загоняю на ТО, какие-то вот эти самые основные штуки делать. Обошлось оно мне в 14125 рублей. Еще, кстати, после покупки, вот тут у меня тоже записано, я поменял колпачки в колесах. Наставил ловли свежую, я бы здесь вот на 2600 рублей ставил польшевские. Ну вот, другой вид, да, с такими колпачками. Все, все, ребята, вот все, что из денег было вложено, это все. Это вот масло в коробке, диагностика тормозных колодок, диагностика ходовой, колпачки и чек. Вы можете сказать, да ну, бред. Ну, бред не бред, как говорится, ребята, верить вам. Вот у меня все вот бумажки на руках. Проехали, я говорю, порядка 25 тысяч. Что было из негативного с машиной? Мы когда приехали в Москву, это был этот год, летом приехали к родителям, это было наше такое тоже путешествие. Я загрузил тачку, выхожу утром нам ехать, догрузить надо было машину, я открываю багажник, а он не открывается. Наше путешествие начинается из неприятной такой истории. У нас на машине заглючил багажник, и он просто не открывается, он электрический. Поэтому, ребята, кто в курсе, как это исправить, вдруг меня смотрит какой-нибудь человек, кто сталкивался, напишите, пожалуйста, в комментах. Машина под завязку. Мы здесь много чего забрали из гаража, так как мы в Краснодаре квартиру сняли. И вот это вот все мне пришлось грузить вручную через салон. Здорово, что сидушки опускаются, и был доступ. Но не здорово то, что электрические замки вот так вот ломаются в машинах, и никакого абсолютно доступа ручного, чтобы открыть эту дверь, нет. Что с ней случилось, будет тоже дальше, в выпусках покажу, где-то куда-то ее загоню. Представляете, ни на кнопку на ключе, ни на вот эту кнопку, ни в кнопку в салоне, ни там кнопку он не реагировал. В итоге, короче, я забил, через салон догрузил машину, мы приехали в Краснодар, я выгрузил машину, на следующее утро выхожу, кнопку пробую, багажник открылся. Он открывался, закрывался, 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 потом мы, короче, поехали дикарями отдыхать на Азовское море, все открывается, начали паковать машину, он не открывается. В итоге я потом изучил, скачал руководство, как открыть вручную, наконец-то разобрался, там, оказывается, снимается пимка, вот, посмотрите. Нашел я в интернете книжку по эксплуатации данного Мерседеса, и вот, что там написано. Если вы в такую же ситуацию попали, как и я, и у вас вдруг перестал открываться багажник, ни с кнопки, ни с улицы, ни с салона, вот лючок. За вот этим лючком есть, видимо, какой-то клапан, который нужно дернуть. Единственный минус заключается в том, что в руководстве не написано, с какой стороны и как правильно снимать этот лючок. Не совсем хочется поломать крепление, и потом здесь как-то колхозить, либо покупать новый. Поэтому еще очень аккуратненько попробую это сделать. Так, аккуратненько пробуем. Отлично. Так, и вот она рукоятка. Так. Ну вот, все. И багажник открылся. Так, значит, видна щель, да? Теперь пробуем так. О-о-о! Сто лет он этого не делал. Открылся. Так, теперь пробуем закрывать. Поехал. Закрылся. Так, скоро уже. Ну вот. Видите, все работает. Он у меня открылся, с тех пор не глючит. Все. Вопрос решен. По данным этой книги, человек менял замок, он ставил. Поэтому я не стал заморачиваться. Возможно, просто какой-то небольшой глюк. Сейчас все работает, все нормально. Еще по неприятностям, которые были, это, пока мы жили в Сочи, притертость. Сейчас я вам их покажу. Ну, как говорится, мы не можем без неприятностей. Взяли, черканули. И так глубоко. Помыл сегодня и увидел вот такую штуку мне вечером подарили охранник. Заезжай, охранник говорит, хотя тюкнули вчера. Я на Майке смотрю, думаю, что это за херня, откуда, блин? Что такое не везет и с чем ему едят. Второй бок. На благо сейчас догнал. Кто меня тюкнулся, я должна подъехать. Да, в общем, вот, пока мы жили в Сочи, раз меня притерли. Еще сделали черкаш, пока мы в Краснодаре. Вот, видите, такая полоска. Но она уберется полиролю, эта краска чужой машины. Осталась. И на этой стороне то же самое. Вот такой вот след. И еще, когда я по трассе ехал, тюкнул немножко ренджа. Так, как чтобы солнце правильно показало. Вот, вот, вот. Но это мелочь, это тоже все полиролькой убирается. Мы пока ходили с Артемом анализ задавать. Родион нашел ручку и изрисовал все кресла. Блядь, как теперь это все оттереть, а? Кто знает, напишите, пожалуйста. Ну что, вот губка. Тру уже минут 10, наверное. Сейчас я, наверное, кожу протру. Ни хрена не помогает. Пойду мыло возьму. Короче, мне нужна помощь. Сода не помогла. Мыло не помогло. Мыло какая-то там губка не помогло. Резинка не помогло. Все перемешал друг с другом, ничего не помогло. Вот видите, со временем вообще все прошло. То есть я никакой химии ничего не делал. Сидушки сохранены. А ручка, видимо, из-за постоянных... То, что я мыл ее, вот оно само все как бы исчезло. Ну и здесь то же самое. Все, ребята, за год эксплуатации машины, слава богу, ничего. Кто сомневается покупать, не покупать, ищите просто достойные экземпляры. Когда вы купите, у вас не будет головной боли. Ну и, конечно же, если вы купили, то своевременно обслуживайте, загоняйте. Смотрите, бережно относитесь к машине. Собственно, тот хозяин делал так же. Я делаю так же. Что касается в путешествиях, мы ездили по грязи, мы ездили по лужам, по рекам, забирались высоко в горы, по песку ездили. Ну, машина показала себя отлично. То есть у нее нет никаких таких вот минусов, о которых я бы говорил. Ну, их нет, ребята. А теперь о той новости, которую я вам говорил в начале выпуска, сейчас расскажу. Совсем недавно, 27 августа, у нас произошло интереснейшее, классное событие. Мы стали многодетными родителями, у нас родился третий ребенок. И в моменте, ребятки, мы поняли, что данная машина нам мала. Вы можете заметить, что тут сейчас стоит кресло Артемкино. Артем уже сюда переехал, потому что сзади, тесно здесь, сзади сидит Настенька. Ставим нашего третьего малыша Мирончика. И, по сути, если нам ехать в путешествие, а мы живем именно путешествиями, у нас багажника не хватает. Сравнивая с Вольвой, багажник здесь и так был маленький, когда мы его только купили. Он был маленький, а сейчас он получается вообще маленький. Поэтому, ребята, в связи с этим, в связи с этим мы будем данный автомобиль выставлять на продажу. Если вы хотите приобрести классный автомобиль, Mercedes ML Diesel, в хорошем техническом состоянии, что вы купите и не нужно ничего куда вкладывать, с историей, то пишите мне в директ, в инстаграме. Я отвечу на все нужные вопросы. Если нужно, встретимся, я машину покажу, покатайтесь. Машина максимально, говорю, прозрачная. Мне скрывать нечего, если надо, пройти любые ТОшки. В принципе, со всеми машинами все замечательно. Вольву мы продавали также через YouTube. Парень посмотрел выпуск, написал, приехали, встретились, посмотрели. Он загнал в вольвовский сервис. Также посмотрел, что нужно вложить, а там было порядка, по-моему, четырех пунктов. Это были незначительные, это были пункты типа там подушка порвана, потому что мы по Крыму колесили вот по таким вот длебням бездорожью. И он до сих пор ездит, недавно мне писал, он машиной доволен. И также и с Mercedes. Поэтому причина продажи, ребята, наша семья растет. Что сказать далее? Я бы рассмотрел варианты обмена на Discovery 4. Поэтому если вы смотрите и хотите, например, пересесть на ML, то я готов рассмотреть Discovery 4. Но сразу скажу, он должен быть в идеальном состоянии, ребята, потому что однозначно, конечно, сделал проверки и обменяться. Либо можно, окей, на Discovery 3, но тоже в идеальнейшем состоянии он должен быть, так же, как и Mercedes с обменой ключ в ключ. В общем, в принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы, дополнения, то пишите, конечно же, в комментариях. С удовольствием почитаю. Или что-то дополню, если я вдруг что-то забыл. Но, по сути, добавлять нечего. Машина идеальна. Просто кайф. Мы бы не продавали ее, естественно, если бы, ну, знаете как, мы бы жили постоянно в одном месте. У нас было бы где ставить ее и так далее. На ней бы ездила Настенька. Но учитывая, что мы постоянно в путешествиях, оставлять машину, покупать еще новее, там, другую, больше. Вообще смысла никакого нету. Что касается этой машины, я еще сниму полный видосик про нее, как там продажа, не продажа. Так, ребятки, я еще хотел вам показать такую штуковину. Смотрите, сейчас здесь подходит ТО 1374, скорее всего, где-то через 500, там, 700, 800 километров я сделаю на ней ТО. А еще, ребята, из самого кайфа, что в этой машине есть, так это то, что у нее бак, бак, вдумайтесь, 100 литров. Я такое видел только на Газелях, и то там, где ребята уже поменяли бак, и на Туреках. 100 литров. Нам хватает 100 литров доехать от Москвы до Ростова. 100 литров на 1100 километров. Это классно. Вот если у вас есть дальние поездки, то Мелечка, Дизель вам будет тоже идеально, как и нам. На этом все. Спустя год я вам рассказал, что и как с машиной. Она идеальная. Кто хочет ее забрать, пишите мне. Еще раз напомню, в Инстаграм, в Директ. Все, пока.